Ребятки, всем огромнейший привет! Новый день, новый влог. Мы сегодня все вместе в полном составе приехали погулять в одно из интереснейших мест в Подольске. Я здесь очень много раз проезжал, мы все вместе проезжали, но никогда не гуляли. Поэтому сегодня будет у нас вместе с вами первый раз. Мы будем гулять еще не одни, с нашими ребятами из Смоленска, которые приехали на один день, чтобы поздороваться, увидеться, поздравить нас с рождением нашего малыша Мирончика. Вот, припарковались уже. Вот, кстати, они здесь припарковались. Вот их машина стоит Хавал, 67-й регион. Вот. Погнали! Новый выпуск. Здесь, значит, несколько входов. Видите, вход в музей, западные ворота, музей-усадьба Астафьева. Я с собой взял дрон, но учитывая, что здесь прям сразу аэропорт Астафьева, я не думаю, что получится залететь. Но попробуем. Здесь, говорят, очень красивая осень, как в Дубровицах. Ну, действительно, да, вот видите, все желтенькое. Правда, большинство листочков уже отлетело и лежит на земле. Но, но, я думаю, что мы успеем насладиться этой прекрасной осенью вместе с вами. С парковками, конечно, беда. Большая беда. Еще и выходной день. Вот здесь вот такая схема Астафьева, русский парнас. Все, что здесь есть. Вот стрелочкой отмечено, где мы, где главный вход. А еще здесь платный вход. Что-то рублей сто, по-моему, стоит. Я еще вам покажу. Так, у нас получается раз, два, три, четыре. Четыре взрослых. Запоминайте. Так, Саббат, показывай. Вот такие билеты здесь дают. И мы первый раз воспользовались льготой многодетства. Обычно билет 100 рублей стоит, детвора бесплатно. А у нас получается льготный билет по 70 рублей. Вот так вот. Первая льгота многодетства. Поздравляю. Так, все, мы, короче, залетаем. Здесь, видите, такие турникеты туда-сюда. Все цивильно, все аккуратно. Так, вот. Вот так вот, такой толпой. Ну все, прошли. Слушайте, видите, как здорово быть многодетным? Сколько мы сэкономили? 60 рублей. Круто. Какой сходу здесь старинный забор. Посмотрите, старое-старое дерево в пыльном, но ухоженном состоянии. Первая постройка. Кабинет. Кабинет медали. Просматривается названием. То задание, которое показывает кабинет медали, поставил в открытый 2006 году в приложении собирательских традиций князей вяземских. Ну да, вот экскурсии даже здесь есть. Здорово. А это что такое? Визит-центр. Слушайте, огромнейшая территория, конечно. Здесь есть указатели. Смотрите. Парк. Здесь, кстати, вот есть бесплатный Wi-Fi. Туалеты. Музей. Вот как здорово. Есть кафе, где можно покушать. Классно. Слушайте, ну вот здорово. Впервые здесь. Сколько лет прожили в Подольске. Впервые приехали сюда. И тут здорово. Молодцы, что берут какой-то определенный сбор в небольшой сумме 100 рублей. Но здесь все ухожено, убрано красиво, аккуратно. Цивильные турникеты, охрана. И вот все очень-очень аккуратно. Вот видите, люди отрываются. Вон Темка тоже сразу бросает лесу. Ее очень много, прям сугробы уже. Огонь. Ну а здесь слева сама, видимо, усадьба. Смотрится, конечно, невероятно. Классно. Мне это прям напоминает Крым. Крым, усадьбы, в которых мы бывали. Здорово. Ну и территория, конечно, огонь. Ой, вон Родион уже покатился. Ой, да. Пошла. Спит, но ковыряется. И какой тут шикарный пруд. Ух ты. Уточки. Все плавают. Ну, красота. Значит, оно очень здорово. Наверное, кормить их точно нельзя. Класс. И вот он, собственно, центральный вход. Здесь вот циркушка стоит. Можно пойти гулять вот таким тропом. Да, а можно пойти сюда. Вот, собственно, мы сейчас там остановились. Вот он пруд. Здесь можно купить сразу мороженое. Но, конечно, не сейчас. Сейчас холодно. Лавка, где можно тоже что-нибудь приобрести. Купание в пруду, конечно, запрещено. Но я вот вижу там лодку. Значит, скорее всего, можно взять лодку на прокат. И поплавать. Очень много уток. Но я вот не вижу, чтобы их люди кормили. Лучше, конечно, наверное, это не делать. Здесь есть такая табличка. Конечно, я вам покажу. Написано, что это плотина. Со спуском на реку Любуча. И она подлежит государственной охране. Вот так вот. Все части серьезные. Государственная охрана. Вот, пожалуйста, не кормите голубей на территории музея. Вот девушка нарушает эти правила. Лучше, конечно, не кормить. Когда написано не кормить. Вот сходу попадаешь, когда в такие места. Вот если тебе прям сходу нравится, значит, остальное будет нравиться. Есть здесь, значит, вот такая стела. Прям возле указателя. И, конечно, здесь можно ознакомиться со всем, что здесь. Есть. А здесь есть всего, конечно, очень-очень много. Причем я даже увидел, что, смотрите, здесь есть под 11 номером руин троянский. Здесь, видите, снова кафе. Такая члаут-зона. Здесь вот лавочки. Можно на лавочках посидеть. Вход в усадьбу, видимо, главный. А мы идем с пацанами. Вот такой стенд, где можно сфотографироваться, засунуть голову. И ты, типа, будешь кто-то из усадьбы. Сейчас пойдем к табличке тоже. Посмотрим, что там. Карамзинский дуб. Дуб посажен в 1860-е годы. Так, у меня там Мирончик начинает капризничать. Поэтому на паузу ставьте, дочитайте. Слушайте, как тут здорово. Но мне еще кажется, знаете, здорово по этой причине. Потому что, вот, видимо, бабье лето, золотая осень. И действительно солнышко радует. Погода прекрасная. Жаль, что просто в Москве и в области очень мало таких классных солнечных дней, когда ты можешь действительно вот так вот погулять и понаслаждаться вот этой вот всей красотой. А вот, как я и думал, это главный усадебный дом. Вот так вот, видите? Здесь, в 19 веке, в гостях собирались Дмитриев и Грибоедов, Боротынский и Жуковский, Кюхельбекер, Пушкин, Давыдов и Гоголь. В усадьбе в настоящее время хранятся такие реликвии, как жилетка и перчатка Пушкина, кора березы, около которой поэт стоял во время дуэли, трость Абраама Ганнибала, дубовый письменный стол самого Пушкина. Смотрите, сколько листов опавок от этого огромнейшего дуба и еще сколько предстоит старинное-старинное широченное дерево. Поднялись мы, прямо, видите, возле этого дуба здесь также стоят лавочки. По вечерам, наверное, что-то тут подсвечивается. Здесь, конечно, вечером 100% своя атмосфера и можно, получается, пойти гулять на задний двор усадьбы, где, конечно же, тоже очень-очень круто. Просто вот такие колонны старинные. И мы. Старинные колонны, старинные деревья и мы. Вот табличка «Служебный вход». Посмотрите, как прекрасный памятник установлен. Карамзину, перо, книги. Выглядит вообще великолепно. Летом здесь, конечно, вот, говорю, своя тоже атмосфера. Мне кажется, сюда нужно приезжать в каждый сезон. Остафь его достопамятно для моего сердца. Мы там наслаждались всею приятной. Так, это, по-моему, на каком языке написано? Буквы украинские немножко или старорусский язык? Не знаю, сложно так читать. А летом, когда здесь еще все цветочки, все в зелени, здесь вообще великолепно. Смотрите, здесь есть такой ряд, ряд дубов обыкновенных. Прям идеально ровная линия. И вот так получается раз колонна, два колонна, ряд. И вот еще ряд. Здорово. Прям дубовые повсюду деревья. Возраста более тысячи лет. Обалдеть. Более тысячи лет. Вот так вот. Здесь за усадьбой есть сразу спуск для колясок. Но мы решили пойти по более сложной тропе. Надеюсь, нам будет удобно. И здесь сразу очередная кафешка, где можно взять чай и кофе, пирожок, кондитерка вон у них есть. И, слушайте, ну с очень классным видом посидеть, почилить. Есть мангальная даже зона, значит, здесь иногда они делают шашлыки. Чай стоит 100 рублей, как я вижу. Пирожки тоже по 100 рублей. Вот, ну гляньте, какая красота. Сидишь вот так вот, не отдыхаешь. И в принципе, даже с нашей коляской, да, можно неплохо здесь гулять. Но пока что посмотрим, как будет дальше. Так, Настенька сходила, цены посмотрела. Говорит, бешеный, расскажи. У тебя кролосаны с ветчиной сером 180, маленькие. Ну, чё так близко? Это не близко. Кто ещё там у нас? Кто ещё был? А, ну, хачапури по 250, короче, представляешь, по 150 булочки обычные. Вообще, самые простые булочки по 250 рублей. Кофе там по 200 с лишним. Чай по 100 рублей, да. Как вам ценники подольские? Если накопили много денежек, можешь сюда приехать их потратить. Чё дальше установлен памятник Пушкину. Первый в жизни вижу такого маленького Пушкина. Обычно они такие здоровые, либо голова. А тут такой маленький, миниатюрный. Супер. Очень много дорог. Вот прям очень много. По-любому можно ходить. И, конечно, сюда приехать на целый день, погулять, одно удовольствие. Единственное, говорю, что берите с собой еду. Вот мы с собой взяли термос, взяли с собой пиццу, но пиццу оставили в машине. Вот. И теперь думаем, как нам сделать. Дошли мы вот до такой беседки. Храм Аполлона называется. Да. Коль, здесь, естественно, все останавливаются, фотоются. Поэтому сейчас здесь очень много людей. Прям, слушайте, как будто мы гуляем где-то в туристическом городе. А это всего лишь Подольск. Вообще, я даже не ожидал. И есть как раз там дальше мостик. Сейчас тоже на него поднимемся. Да, вот так оно и ели. Вы спрашивайте. Здесь спуск для колясок слева. Но почему-то люди идут по этому спуску. Поэтому нам пришлось ждать интересные. Так, ну и вот он, собственно, мостик. Видите, здесь даже такая очередь фотографироваться. Называется это Горбатый мост. В общем, ребят, если вы хотите сюда приехать и по-настоящему прям кайфануть, то я думаю, что нужно приезжать сюда как можно раньше, чтобы действительно пройтись по всем улочкам, поподходить ко всем достопримечательностям, сделать классные снимки. Ну, в принципе, наверное, как на любой туристической теме нужно приезжать как можно раньше. Но я просто даже и думать не думал, что здесь будет так много людей. Впереди идет такая колонна людей. Просто посмотрите, действительно, очень много, очень много. Невозможно так прям качественно погулять. Мы с вами сейчас подходим к такой березовой роще. Очень, очень классно смотрится. Кто будет, обязательно сюда дойдите. По всем тропам походите влево-вправо, назад-вперед. И дойдите до вот этой рощи. Великолепно. Вроде вначале идешь и понимаешь, что много фудкорта. Можно где-то перекусить, но по факту, когда так много людей, фудкорта становится мало. Очереди нереальные. Вот мы хотели купить воду маленькую, и в итоге невозможно, потому что очередь человек 20 стоит, и все медленно кофе готовят, что-то греют. Вот. Сейчас вот в поисках туалета, и посмотрите, какая очередина на вход. Просто что-то нереальное. Слушайте, я такого с лета не видел. Сезонные точки пика. По лайфхакам вы поняли, да, что приезжать нужно пораньше, и желательно, конечно, в будний день, чтобы насладиться. Мы же погуляли. Все, сейчас двигаемся на выход. Сейчас я вам покажу еще очередь, какая здесь, на кассу. Вы просто обалдеете. Так, ну что, все мы. Мужчина, куда будет коляск? А, ну давайте, хорошо. Так, спасибо большое, до свидания. Так. Выходим, и просто можете наслаждаться очерединой. Да, мы, короче, вовремя приезжали, вовремя погуляли. Сейчас с парковкой еще хуже. Конечно, да уж. И тут даже вот пробка, видите, образуется из машин, чтобы пройти, проехать. Конечно же, мы продолжаем поедать вчерашнюю пиццу, только вот так вот уже. В парке не поели, пиццу с собой не взяли, поэтому... Так вкуснее. Так вот, прям на парковке. Самый грустный момент наших двух дней это прощаться. Как бы, конечно, вместе бы, может быть, не как бы и в Беларуси, но это очень хочется. Как так, Алексешка, ты будешь приезжать в гости? Пока. Пока-пока. Артем у нас бежит так, кто как бабушки. Мы еще были чемпионки. Я прям сразу, чтобы еще приехали. Обязательно проедем. Не знаю куда, но куда-то приедем. Где-нибудь в любом встретимся. Надо. Субтитры сделал DimaTorzok